Мы начинаем заседание очередного клуба «Улица Правды». Сегодня у нас в гостях Сергей Вячеславович Савельев, профессор уважаемый наш. Нам претензии предъявляют, что вы там делаете, зачем вы там заседаете, что вы там обсуждаете, кому это вообще интересно. Но я бы сказал так, наш лозунг «Сегодня в клубе, завтра в Думе». Мы владеем технологией переноса наших дискуссий на площадку Государственной Думы. И делали мы это уже пару раз. Поэтому то, что мы здесь обсуждаем, имеет практическое воплощение. Прошу вас, профессор. Моя сегодня роль очень такая простая. Я буду рассказывать про, как здесь все время говорят, про образ будущего. Я думаю, что всем это уже в кишках сидит. Но, тем не менее, речь идет о том, что на самом деле образ будущего – это, в общем-то, дети. А с ними у нас большие проблемы, потому что поколение сегодняшних 12-22-летних примерно, оно, в общем-то, уже утрачено. И вероятность того, что эти дети будут возвращены в социальную систему полноценную, очень невелика. То есть, конечно, есть исключения, есть особенности. Но, к сожалению, как показывает исторический опыт, этого не происходит. Почему? Вот сегодня я постараюсь за некоторое время, обозримое, чтобы никто не устал, рассказать, в чем там дело с этими мозгами, от которых столько несчастий. Потому что начну с такой истории, которая, я думаю, всем хорошо известна о том, как воспитывают детей в странах традиционных демократий, как бы. Потому что, как вы понимаете, ни о каких демократиях речь нигде не идет. То есть, это худшая организация из всех возможных. В Англии для того, чтобы дети, значит, развивались высокие личности, их, это многие из вас там наверняка и были, и работали, знают, что детей очень тщательно обследуют, изучают их навыки, способности. И дальше начинают развивать. Значит, если ребенок хочет там рисовать, ему, значит, создают условия для рисования. Там есть не только платные, но и казенные, так сказать, учреждения для развития таких детей. Или на худой конец стипендий, чтобы их, значит, или там гранты родителям, чтобы они этих детей там позволяли учить. Вот он живописью занимается, вот музыкой, и тоже есть такие же точно условия. То есть, выращивают, развивают способности детей, которые они проявили. Это очень хорошо. И есть другие школы, куда отдают детей и начинают их по пятницам драть розгами. И заставлять делать то, что им не хочется. То есть, учить там языки, заниматься математикой, общим образованием. Ну, есть третьи, которые, так сказать, вообще учат писать свою фамилию и пользоваться кредиткой. Но это отдельные, так сказать, общественные школы. О них мы не будем даже вспоминать. Так вот, из первых, тех самых, которых развивают, вырастают обычно землекопы и заправщики этих бензоколонок. А из вторых – сэры и перы. Вот, собственно говоря, на самом деле система образования, которая работает. В нашей стране тоже были всякие опыты. И сразу после всемирной победы диалектического материализма, то есть переворота 1917 года, когда к власти пришли инженеры после аристократии, страна стала развиваться в научно-техническом плане. Потому что я рассматриваю это как результат эволюции мозга, то есть церебрального сортинга, смены одной церебральной конструкции, но другую, аристократическая конструкция, умерла. И поэтому их, в общем, надо было как-то ликвидировать. А поскольку времена уже наступали гуманные, значит, вот революция, ликвидация аристократии, дворянство и прочее, прочее, которое было ярким противником как раз любых научно-технических изменений, это происходило не только в России, то есть тут Октябрьская революция, коммунисты вообще-то ни при чем. Это происходило во всем мире и в Европе, очень во многих, во всех практических странах. Это буржуазная революция, но это не буржуазная революция, как любят называть там марксисты. А речь идет об очень простой вещи. Они пытались заработать хорошие деньги, я имею в виду аристократию, люди, которые владели деньгами, они стали выращивать кого? Инженеров. Это длинная очень история, она тянется примерно с 18 века, потому что когда впервые появились, стали появляться сложные математические модели, имеется в виду прикладные инженерные расчеты, когда корабли стали лепить не из того, чего придется, а стали с помощью микроскопов и микротомов исследовать древесину. Почему от английских кораблей ядра-то отскакивали, хотя они были деревянные, а других прошивали насквозь? Очень просто. Там было ноу-хау, поддержали ученых, которые придумали микротом, то есть такую штучку, которая позволяла делать от 5 до 10 микрон срезы древесины. И исследовали ее по плотности. И самые первые микроскопы, кстати говоря, Роберт Гук, который на самом деле открыл знаменитую, которую называют Ньютоновской, на самом деле это Роберт Гук, автор теории всемирного тяготения, это задокументировано английским королевским обществом, письма Гука были к Ньютону, которому он рассказал, тот выдал за свое, но обычное дело в те времена. Но, тем не менее, он почему бросил и не стал сам разрабатывать теорию тяготения? Потому что он увлекся очень важным и, кстати говоря, очень прибыльным делом изобретением сегодняшней схемы микроскопа. Для чего? Для того, чтобы смотреть древесину, которая была до зареза нужна английскому флоту. И вот с этих примерно времен, как стали создаваться такие общества, стал возник интерес к людям умным, то есть тем, кто может освоить математику, физику, механику. А когда сунулись, оказалось, что это, оказывается, не все могут. Одни могут, а другие нет. Я вот привожу, у меня книжка, если сказать, «Церебральный сортинг». Несчастье Петра Первого. Почему иностранцы-то были? Да потому что они прошли уже этот самый церебральный сортинг, отбор по способностям. И они осваивали математику. А первые так называемые у нас боярства, боярские дети, выяснилось, что только двое из ста в состоянии арифметику освоить. Вот в чем дело. И когда выяснилось, что церебрального сортинга они вообще пройти не могут, и Екатерина, Петр так и не решил эту проблему. Почему иностранцев было такое количество? Там уже прошел этот отбор, и люди с определенной конструкцией мозга были допущены к образованию, к деньгам и к репродуктивному успеху. А у нас этого не было. И Екатерина тогда решила эту проблему, просто отменив все табели о рангах. Имеется в виду, происхождение не имеет никакого значения. Может освоить математику. Может освоить физику, может освоить навигацию. Ему наследственное дворянство и в офицера. И тогда эту проблему удалось за 20 лет решить. Вот в чем дело. То есть с этого момента, где-то вот с рубежа 18 века, начался очень интенсивный в Европе и в нашей стране отбор по способностям. Но самым революционным был, конечно, 19 век, когда уже появились паровозы, пароходы, двигатель УАТа и дальше, и дальше. Железные дороги. Александр Третьев указ о Пухаке. У тебя тоже что-нибудь в Пухаке. Что ему стоило? Ну, кроме всего прочего, там еще были тонкости. Железные дороги вообще-то построил у нас, как вы знаете, сахарозаводчик. Это не высочайшее соизволение императора, которое, отметим, интеллектом высоким не отвлекался, потому что он разработал систему получения, и вел ее, точнее, в России получение сахара дорогущего из свеклы и стал производить таких количеств, что ее надо было транспортировать. И он решил строить железные дороги. Это не разрешалось делать без высочайшего. И тогда он построил тот самый маленький кусочек, на котором император покатался. И сказал, как хорошо, давайте стройте. И дал разрешение. Хотя строил он кусок не из императорских денег, а из своей личной. Так, для справки. Так что сахарозаводчик у нас, на самом деле, начал производство железных дорог и повысил спрос на умных. У нас же дураков так, в общем, хватает всегда. А вот умных было мало. И тогда начали вот то, что я называю церебральным сортингом, отбор по способностям. И эти инженеры через два поколения, ну, если вы хороший инженер, он же хорошо зарабатывал, почитайте там Гарина Михайловского. Студенты, инженеры, там все подробно описано именно этот период. Ну, все помнят детство Тёмы такое. Вот он как раз из инженеров-путейщиков. И привело к тому, что к концу XIX века эти люди пришли во власть. Ну и все. А поскольку это люди уже с другими мозгами, они, собственно говоря, вот эту всю псевдоэлиту дворянско-княжескую замели веником. Правильно сделали? Так здесь было во всей Европе. И тут коммунизм был ни при чем. Сейчас происходит то же самое. Ровно выросло третье поколение так называемых цифровых мальчиков и девочек, которые уже обладают другим типом конструкции мозга, который позволяет, собственно, решать те проблемы, которые для многих, не только чиновников, но и обычных людей, вообще представляются невозможными для решения. Они, естественно, их сейчас достигло 10-15%, что достаточно для того, чтобы сменить власть. Естественно, для стремясь добиться максимальной прибыли от своей деятельности, их финансируют, поддерживают, развивают, размножают. При больших зарплатах, вы знаете, размножаться легко. Но вот несложно, особенно когда есть еще норки, там по 300 квадратных метров для содержания потомков. То есть все идет очень хорошо. И сейчас возникла ровно такая же ситуация, как и в начале 19 века, потому что серебральный сортинг потихонечку вытолкнул из социальной среды тех людей, которые обладают ранее невостребованной конструкцией мозга. Хорошо это или плохо, это отдельный разговор. Но для нас существенно, что, в общем-то, такая модель нейробиологическая, она работает и всегда работала. Если проследить, копнуть на 700-800 лет, то есть когда появляются письменные источники, это все происходило по одному и тому же типу. Я не буду вдаваться в подробности, но важно другое. Что у человека мозг представляет собой, особенно в развитии, очень такую неприятную конструкцию. Ну, во-первых, он эгоистичный, он не хочет работать, он тупой, как пробка. Но вот он категорически не хочет думать. То есть это страшный принцип, на котором он работает. И для этого есть все механизмы. В двух словах объясню те механизмы, которые лежат в основе таких несчастий. Значит, первая проблема. Мозг не хочет думать не потому, что мы такие ленивые. Нет, по природе свои любое животное ленивое, у кого есть собака, тот знает, что она с утра до ночи, не пашет она почему-то. Или кот. 80% времени он спит, если сыт. Ну, иногда развлекается. Ну, иногда весной там возникают всякие желания. Да, это понятно. Ну, вот примерно то же самое, пойдите в обезьянник, посмотрите. Там просто наши копии лежат только голые. Ну, зато в волосах. Ничего другого нет. И мозг, на самом деле, человеческий формировался в виде приматного мозга около 65 миллионов лет. А в виде человеческого, то есть, как вот мы стали, так сказать, хотя бы на двух ногах ходить, всего 4,5 миллиона лет. А уж мы, когда стали задумываться о чем-то другом, кроме еды, размножения и мелкого пендрежа, то есть доминантности, этому вообще эта история несколько столетий. Ну, и чего мы можем противопоставить 65 миллионов лет интенсивнейшего отбора на выживание и несколько столетий более-менее осознанного существования, да и то долей процента населения? Конечно, нет. И, конечно, огромная роль до сих пор остается за биологическими механизмами регуляции поведения. И вот тут мозг нам преподносит несколько неприятностей, которые надо знать, иначе никакие сириусы, никакие психологические тесты ни к чему не приведут, кроме агрессии встречной. Значит, а что с мозгом? Первый тезис очень важный. Мозг не любит, не хочет работать. Почему? Потому что в нашей природе была за все эти 60 миллионов, 65 миллионов лет была проблема, связанная с едой. Ну, напомню для тех, кто не знает о том, что там в 60-е годы в Англии карточки только отменили, так на всякий случай. Вот у нас даже пораньше. А в Америке сейчас не отменили? Ну, там вообще скоро перестанут работать, значит, одни карточки. Ну, что же делать, это неизбежно. То есть, очень мало еды было, я о чем говорю, всегда. А мозг – это самый главный потребитель еды в вашем организме. Несмотря на то, что он маленький. Это сверху череп такой большой еще, там волоса. На самом деле вот такой, всего-то на всех. Малюсенький мозг. Этот мозг в 1300 грамм в среднем по планете. Ну, у европеоидов побольше. Там у французов в Европе, самый маленький у французов. Самый маленький мозг из известных людей, был у грантов. Самый маленький мозг был у английского парламентария. 670 грамм. Он может и читать, но не умел. А Галл, суки, был великий математик. Ну, зато у него извилин был в два раза больше. Но это мы, если будут вопросы, отвечу, объясню, в чем там дело. У Эйнштейна тоже нормальный, 1200 грамм. Там не намного больше, чем у африканских негров. Но там дело немножко в другом. У Эйнштейна не жена все дела? Хорошо. Поэтому так, что у него все соответствует. Теперь с мозгом в чем проблема? И проблема у детей, в первую очередь. Потому что он большой. А у детей, как вы знаете, когда ребенок рождается, мозг чуть не в пятую часть тела. Ну, зависит от размеров. То есть он страшный энергопотребитель. Если мы спим, то он потребляет 10% энергии. А если, не дай бог, мы начинаем скрипеть мозгами, да еще так, что слышно, в этот момент он начинает потреблять до 25% энергии всего организма. 1300 грамм и 25%. То есть это неприемлемая ситуация. Если так подумать, недельку-другую, то в старые времена, ну, имеется в виду времена Достоевского, было даже заболевание, нервное истощение. От него предлагали лечиться, на воду ехать. Или в Ниццу. Поскольку это было от деревни, и дыра, там можно было отдохнуть. Поэтому страшная вещь, как напряженная работа мозга, естественно, всегда в эволюции не приветствовалась. Почему? Потому что такие расходы ни один организм выдержать не может. Главная-то цель у нас какая, биологическая, это покрыть метровым слоем своих потомков планету Земля. То есть репродуктивный перенос геномов следующих поколений. Для этого нужно очень много энергии. Это серьезные занятия. Нужно добывать еду. Для этого тоже нужно много энергии. Потому что у нас и мозг, и мышцы работают на одном, так сказать, топливе. На сахаре, по большому счету. Именно поэтому у нас вкусовые рецепторы к сахару на кончике языка. Потому что мозг в основном работает именно на таком приводе. Поэтому нужно экономить. Энергия для мускулатуры идет очень много того же сахара. Поэтому выработан был в процессе эволюции механизм защиты нас самих, то есть нашего мозга, от избыточных мыслей. А этот механизм очень хороший, очень надежный и простой. Особенно у детей. Когда дети растут, у нас у детей внутри мозга вырабатывается два прекрасных соединения эндогенных. Очень полезных. Вы же все помните, как вы в детстве, как было хорошо. Мамы, вкусная еда, домашние запахи, хорошее настроение почти всегда. Вы просыпались с хорошим настроением и ложились с хорошим настроением. В чем дело-то? Большое духовное содержание у вас было? Да вы ничего не читали толком. Вы ничего не знали про духовный рост и всякие другие глупости. Ни марксизм никто не изучал, ни капитализм. Плевать вам было на все. А настроение было отличное. В чем дело-то? Хотя иногда конфетки не давали. А дело-то в том, что мозг в детстве вырабатывает несколько очень хороших, полезных соединений. Канабиоиды и опиоиды эндогенные. Поэтому вы так млели в детстве, и настроение было хорошее. Их спали глубоко, обращу ваше внимание. То есть это механизм, на самом деле, защиты от излишних мыслей. Он, кстати, работает у взрослых, но у взрослых тяжелее идет, потому что опиоиды после полового созревания перестают вырабатываться в достаточном количестве. Есть, конечно, некоторые особенности у некоторых людей, но, тем не менее, опиоидов меньше. Ну, кстати, у женщин сохраняется опиоидный синтез дольше, поэтому они счастливее некоторое время бывают. Ну, вот, поэтому, что получается, для чего эти опиоиды, в каком случае канабиоиды вырабатываются? Эндогенные, там, кроме этого, еще тоже прекрасные вещества для буйной активности. Окситоцин, эндорфин, и там много чего. Но это основные, то есть просто эндогенные наркотики. И дальше механизм очень простой. Если вы напряженно думаете, они не вырабатываются. Ни в коем случае. Вы начинаете беспокоиться. Знаете, что когда вы начинаете напряженность, вам хочется поесть, попить, помочь маме, сделать что-нибудь полезное и подумать, только не думать. Запрещено нельзя. Это с чем связано? Потеря энергии, которая происходит в мозге, слишком дорого стоит. И для того, чтобы вас отвадить от этого безобразия, от думания, в смысле, как только у вас падает расход интеллектуальный вашего мозга на работу нейронов, а это расходы большие, если вы активны, они, говорю, составляют 25% от всей энергии организма, достаточно снизить на полпроцента, начинается счастье. То есть вам начинают вырабатываться, значит, соответственно, канабиоиды. У всех взрослых людей эндогенные канабиоиды являются механизмом наркотического поощрения, праздности, чем вы празднее, чем вы, если вы не работаете, а украли деньги, праздность – это счастье. Поэтому мелкие воришки, они тоже счастливы по-своему. Отсюда такая привлекательность в 21 веке различных теологических моделей, то есть верований во всякую, во все что угодно. Не обязательно, я ни в коем случае не говорю только о православии, католицизме, иудаизме или синтоизме. Упаси бог. Нет, можно верить во что-нибудь замечательное, в коммунизм, например. Тоже отлично помогает. Берешь кодекс строителя коммунизма, раньше он висел во всех продовольственных магазинах в такой золоченой раме. Очень красиво. Это типа Ветхого Завета, но в новом варианте. И придерживаешься строго. И тогда все отлично, думать не надо. То же самое, кстати говоря, с исламом, те же проблемы. Четко расписано, думать не надо. Вы тут же экономите огромное количество энергии, возникает в прямом смысле наркотическая зависимость от эндогенных соединений, канабиоидного ряда. Ну и дальше вы ничего с этим сделать не можете, если такое проживете несколько лет, вы потом от этой нейротравмы можете и не оправиться. Вот у детей, представьте себе, у них канабиоиды и опиоиды вырабатываются на праздность. Поэтому они ленивы, праздные и сладкоежки. Ну это понятно. То есть это физиологически детерминированные формы поведения. Но страшные не это даже. И это как-то преодолеть можно с помощью хороших роз, длинного ремня и тонкого упорства родителей, которые могут заставить школьный курс выучить девочку в 8 лет, ну и прочие всякие. Это да. Но, к сожалению, это имеет обратную сторону. Потому что, например, почему с 8-летней девочкой большие проблемы? А потому что в 7-8 лет только начинается формироваться неокортекс, то есть кора мозга. То самое, что все время рисуют эти нездоровые на голову художники, то есть бороздами извиня, такой покрытый мозг. Это только часть нашего сознания, если обращаться к психологам. Хотя это не надо делать. У нас как бы все сознание состоит из двух частей. Одно досталось нам от древних приматов. И психологи, психоаналитики, психиатры называют это подсознанием. Что это такое? Это те самые комплексы структур, которые на самом деле достались нам еще от... Не только древних приматов, но и древних рептилий и даже амфибий. То есть эти структуры в прообразе есть еще у этих низших животных. Это что структура? Это часть лимбической системы, которая разделяет наше сознание. Вот вы, когда решаете какую-нибудь проблему, вы все время решаете то, что вам хочется, и то, что надо. Вот хочу – это лимбическая система, животные. Причем там многие вещи наследованы от еще приматов. То есть это инстинктивные формы поведения. Или еще раз повторю – подсознание человечество. А вы не знаете почему, но хочется. Там молодой человек противный, но нравится. Вот в чем там дело? Можно легко разобраться, в чем дело. Но это все лимбическая система. То есть те комплексы структур древнейших, которые есть, еще у рептилий достаточно развиты. Они сцеплены с половым поведением и с пищевым поведением. Хотя иногда там бывают противоречия, как у рептилий, которые не размножаются, когда конкурируют за пищу и прочее. Ну, есть такие особенности. Отсюда и половые циклы годичные и прочее. У человека это отдельная история. Тоже хорошо известно, как возникла и в чем там хитрость. Так, двойственность сознания. И вот это наше двойственное сознание, то, которое досталось от обезьян детям, оно формируется первым. И дети отлично на нем живут до 7-8 лет. И не надо ничего им лучше. Зачем? Наркотики эндогенные вырабатываются. Красота. Думать ни о чем не надо. Набор лимбических инстинктов, в общем, диктует все правила. Ну, и в это есть счастье. Но вот после 7-8 лет начинается созревание вот этой вот коры с бороздами извильными, которая составляет на самом деле около 80% массы нашего мозга. А в ней запечатлеваются, то есть сохраняются навсегда, те, включая детские впечатления, которые ребенок получает непроизвольно. То есть у нас есть непроизвольные запоминания, а есть произвольные. И вот в начале, до 7 примерно лет, у ребенка происходит все на базе лимбической этой системы. Обезьяний, самый древний. То самые центры удовольствия, в конце концов, или там полового выбора предпочтений, которые достались нам от приматов, они очень мощные, потому что связаны, занимают всего 10-15% мозга и связаны напрямую с нейрогормональной системой регуляции поведения. Это серьезное дело, потому что, понимаете, одно дело, когда вы осмысленно что-то делаете, вам тут же приходится тратить огромное количество энергии, соответственно, внутренние наркотики не вырабатываются. А здесь не надо ничего. Следуешь своим желаниям, и у тебя и расходы мозга там 15%, а не 80%. Красота и вечное счастье. Такой легкий кайф от удовольствия и от эндогенных наркотиков. Поэтому, естественно, дети до 7 лет, они вообще корой почти не пользуются, хотя она кое-чего запечатлевает, но все, что у них вырабатывается, это вырабатывается на подкорке или то, что говорят, на подсознании, этим они пользуются. И там идут тоже запечатления, то есть они запоминают алгоритмы поведения. Что? Стихи. Эти стихи хорошо. Голова пустая. Ну, конечно, у вас компьютер не надо чистить, он у вас пустой. Запоминают отлично. Дети стихи. Они не только запоминают, они их пишут. Если детям, это же знаменитая история, гениальных поэтесс. Ловится девушка, значит, дается ей, особенно если родители полусумасшедшие, тут такие особенно ценные, даются ей образцы поэтических творений, где страсти, любовь, вечность и смерть. И говорят, давай. Она, значит, постепенно ее приучают к этому, она начинает все, этот мусор весь переписывать. Дальше я это собственными глазами видел. В советские времена сидят поэты, которых страшно называть, как все их любят до сих пор, несмотря на то, что большая часть умерла. И сидят эти поэты и восторгаются в голос, чуть не вопят о том, что гениальная девочка. Дело в том, что пустой мозг позволяет, что не только запомнить стихи, выучить их тщательно, но и интерпретировать образцы этой словесности, не понимая глубоко содержание тех переживаний, которые были у оригинального поэта. Они это все спокойно трансформируют в собственную писанину. Ну и обычно, как продолжить жизнь этот поэтесс, 15-20 лет. Дальше в основном они заканчивали самоубийствами. Почему? Потому что не только у нас, это во всем мире. Такие родители прекрасные есть, устраивают серебральный сортинг внутри семьи. Наши зрители очень интересуют, когда же цифровые мальчики сменят власть? Ах! Вот это самый главный вопрос. А это произойдет очень незаметно. В один прекрасный момент чиновники, которые не могут сказать трех слов подряд грамотно, они пойдут на работу, достанут из портфеля мылую веревку и поймут, что это единственный правильный выход. Это произойдет очень тихо, без всяких революционных... То есть не надо матросам переходить лебяжью канавку. То есть этого не нужно делать. Или там по Эйзенштейну штурмовать зимнюю. Упаси бог. Все будет... Чем дальше, тем тише будет. Потому что ситуация такова, что люди, которые сейчас управляют всеми системами, они пользуются тем, чего не понимают. Естественно, люди, которые... Вот эти мальчики придут, цифровые с девочками, они их заменят так, что они даже и не заметят. То есть некоторое время они будут думать, что все продолжается по-прежнему. А они заменят? Все зависит от того, что у вас с головой. А выборы вы заметили? То есть насколько я обезьян? Нет, не насколько вы обезьян, а насколько вы хотите затратиться, чтобы понять. Здесь же самокритичность нужна очень большая, для того, чтобы не попасться. Все же попадаются. И еще вы обещали про потерянное поколение. Так вот, я сейчас к нему веду. И вот что получается. У нас до 6-7 лет довольно сложно надеяться, что дети чему-то научатся. А учатся они на самом деле к самому главному. Они учатся системе отношений. То есть если в 3 года ребенок попадает, например, к разбойникам каким-нибудь ближневосточным, и начинает дивиться на то, как друг другу головы отрезают мило и прочее, и считается это нормой, то к 8 годам уже его исправить невозможно. То есть вы можете делать все, что угодно. Вы можете воспитывать, звать психологов, психоаналитиков. При этом нужно по 3-4 специалиста на каждого, и сотни, может быть, может быть, таких пока сведений нет, один одного удастся социализировать. Ну и то неизвестно, что будет с ним через 10 лет. Вполне возможно, что он пойдет покупать селитру и магний. То есть поскольку у него уже запечатления неуничтожимые. Все. Это форма работы мозга. Причем в самом страшном, в лимбической системе. Ну вот, а если чем старше, тем меньше вероятность того, что он будет навсегда, на всю жизнь вовлечен в эту систему, которая его не исправит. Исправить невозможно. Отсюда есть масса проблем. Раньше это детей-то оскали в различные культовые учреждения, и там, значит, им сделали своими головами примерно то же самое. То есть если как террористы там учат, убивать людей, то в дореволюционной России огромное количество населения проходило вот эту вот систему социальных запечатлений через религиозные культы. Самые разные. Здесь никакой разницы нет. Хороших, плохих не бывает. И если мозг сложился, и набор лимбических запечатлений окажется вот таким, как я говорю, или террористическим, или религиозным, неважно каким. Причем-то религия не обязательно может. Религия может быть там молекулярной биологией. Родители молекулярной биологи, и у них почти храмовое отношение к этому делу. Будет такой же уродец, как и они. Правда, неправда, вы не будете интересовать. Он будет постулировать то, что у него запечатлено в мозге. В этом огромная проблема. Если говорить о потерянном как раз поколении, то это о чем речь-то? О том, что последние где-то 30 лет, с небольшим, даже чуть побольше, это наиболее продвинутые семьи. Появилась вот эта вот система запечатлений лимбическая, которая связана вот с этими цифровыми технологиями. Она не предусматривает вообще даже религиозной морали. Там нет совсем. Там есть алгоритмизированный результат. И наш мозг, а мозгу абсолютно все равно, чем заниматься, особенно в детстве, и на чем специализироваться. Абсолютно без разницы. Ну, приведу пример простой. Вот вы фантастические фильмы, очень неожиданные, смотрите. Ну, какие-нибудь с новыми образами. Ну, вот про этих, про аватаров, там, синих человечков с хвостиками, которые срастались направо и налево совсем подряд. Вот эти вот неожиданные решения, неожиданные. Или там в свое время «Звездные войны». Мы таких изображений не видели, а нашему мозгу абсолютно до лампочки. Чего вам показывают? Вопрос такой, это было в мозге? Там три поля занимаются огромных этим делом. Графические примитивы, цвет, форма и движения. Нет, не было. Все надо автоматически запечатлевать. Мы смотрим и глотаем это. Ну, хотя бы один раз. Очень хорошо. Почему? Потому что мозг думает, что это биологически важное событие. А вдруг понадобится, вы столкнетесь с синими человечками. Поэтому детский мозг, он еще более эффективно может быть загажен такими системами. То есть необычными, непривычными. Но если ребенок, например, а сейчас стремятся бесконечные предложения о том, что давайте пораньше сдвинем на образование. Ну, понятно, что нужно, чтобы люди быстрее пошли работать, размножаться начали. Да-да, ну, быстрее брали кредит на квартиры, это понятно. Чем раньше, тем лучше. Вы знаете, сейчас эти законы рассматриваются. Тут понятно, это чисто биологические явления. Мы тут же получаем вот эти запечатления навсегда. Это такое же запечатление, как у уточек Конрада Лоренса. То есть это что? Когда Конрад Лоренса столкнулся, открыл это явление, оказалось, что если вот утка увидит его, вылупившись из яйца, или подушку, то ей все равно она будет следовать за подушкой или за ним, как за родным человеком. Но некоторые минимумы есть. Должен переваливаться. Да, то есть должен качаться там. Ну, Лоренс был старый, он салапил. Нет, он не значит. А он, как называется, на корточках. На корточках, да. Все, и за ним бегали. Все, и потом уже, когда ходил на двух, так как тоже бегали. То есть все равно, это называется запечатление. Но у птиц это происходит, хоть один или два раза. Ну, не совсем запечатление, более глубокое явление. А у человека это продолжается, на самом деле, несколько лет. Но забивается в голову так же точно. Поэтому преодолеть это невозможно. Никак. С возрастом. Вы дальше можете объяснить все, что угодно, ничего не получится. Это потерянные люди. Это первый раз. Это до 7-8 лет. Второй раз, когда начинает формироваться кора. Вот она начала формироваться. В чем я говорю там формироваться? Это что, борозы, что ли, складываются? Да нет, конечно. Там речь идет не об этом. Речь идет о том, что нейроны, которых в этой коре от 9 до 20 миллиардов, так на минуточку, каждый образует связи, в которых и запоминаем все. Но эти связи на каждый нейрон из этих, допустим, 11 миллиардов, от 100 тысяч до миллиона связей, в которых это все запоминается. Вот они начинают интенсивно образовываться. В этот момент происходит запоминание, запечатление той социальной структуры, которая существует. Это основа поведения. Дальше его будут только маскировать, имитировать, обманывать родителей или окружающих. И период очень коротенький. С 7-8 лет до примерно 13-14. До начала половой дифференцировки. Дальше половая дифференцировка и все. Мальчики и девочки как выключают из розетки, они вообще утрачивают интерес к жизни, возникает интерес только к размножению. То есть это тоже биологический процесс, связан с перестройкой в том числе структур мозга, так называемых сосевидных тел, там, амигдалярного комплекса, которые дифференцируются, берут на себя функции контроля поведения, для того, чтобы размножались. Вот и все. И этот период очень короткий, всего примерно в 5 лет. Его надо использовать, потому что в этот момент ребенку закладываются в голову те самые наборы социальных систем отношений, приема мышления, даже многие знания, которые потом будут востребованы после окончания бурного пика полового созревания, то есть половой гормональной дифференцировки. Тогда опять голова включается, но уже обычно поздно. Обычно там уже дети, жены, первая, вторая, третья, или там мужья, соответственно, и уже совсем другая жизнь, и уже воспользоваться мозгом трудно, хотя сейчас и происходит некоторая эмбрионизация, так называемое поведение, связанное с тем, что дифференцировка мозга происходит долго, то есть сейчас до 27-30 лет, то есть мозг зреет, благодаря тому, что мозг эволюционирует отдельно от нашего тела, то есть он же по своим законам происходит эволюция, у нас есть некоторый ресурс до 30 лет, но это не сопоставимо с тем, что происходит в возрасте от 7-8 лет до полового созревания, хотя это тоже индивидуально. Вот такая история, и поэтому сейчас, поскольку у нас появились вот эти вот наладонные штучки, компьютеры удобные, доступные для детей, и система работы мозга, а мозгу все равно, откуда потреблять, почему они так хорошо привязываются к этим штукам, потому что для мозга без разницы, он не различает, где кино, там в 70-е, 80-е были киноманы, которые вот не вылазили из кинотеатров, там на любой, я помню, как проходили кинофестивали в Москве, в советские времена, и вот значит вдруг, откуда ни возьмись, появлялись такие деды, с горящими глазами, которые, значит, выстраивались в гигантские очереди на западные эти фильмы, у них, значит, там горели глаза, тряслись руки от восторга, я помню эту публику, ровно то же самое, что у современных детей, когда они видят там 13-й айфон, ровно то же самое, ничего не изменилось, форма другая, книжки те же самые, когда эти сдавали макулатуру, чтобы купить книжку, даже какого-нибудь низкого пошиба, а уж серьезные книжки, как там копировали по ночам и прочее, это ровно то же самое, только информация была более ограниченной, менее доступна, больше ничего, а люди были все такими же, ничего не изменилось. Так вот, дети из-за широкого распространения вот этой цифровой системы, с одной стороны, это хорошо, потому что те, кто... У нас есть возможность большими мазками получить детей с высокими способностями в этой области. Для этого, собственно говоря, многие вещи такие и делаются. То есть я знаю, например, специально, у меня даже есть несколько интервью, я ездил к Шалыто, это Институт механики и оптики в Санкт-Петербурге. Почему? Потому что там самое большое количество студентов, выигравших международные соревнования по программированию. Вот там у них, по-моему, 7 раз побеждали международные вот эти соревнования. То есть больше всех. По-моему, там 4 раза в Долгопрудном математике и, по-моему, один раз из университета. То есть они здорово подготовлены. И вот у них ровно такая система отбора. Они там закидывают широко сеть и отбирают вот этих талантливых детей. А представьте себе их таланты. Там вот Дуровские, вот эти все разработки, сделаны на самом деле одним человеком. На самом-то деле. Как раз из этих команд. То есть люди с такими способностями, прошедшие вот такой церебральный сортинг, убогий, потому что это не точный анализ, это метод проб и ошибок, они дают огромный результат, в том числе и бизнес-результат. А отсюда и привлекательность. С детям-то все равно, у них биологические критерии. Главное, чтобы мозг не работал, у наркотиков побольше. Это, как вы понимаете, без всяких наркотиков происходит за счет эндогенного синтеза каннабиоидов и опиоидов. А дальше очень небольшой набор развлечений, которые предоставляет имитационная система. Поскольку, может, с Гу все равно, синие человечки, зеленые там, красные там, ему до лампочки, он еще не знает этого мира, особенно у детей. И он будет одинаковым удовольствием работать и на программировании, и на сказочных существах, которые живут в этих айпадах, айфонах. И все будет замечательно. Так вот, получается так, что уровень иллюзорности мира у этих детей так высок, что вы им объяснить-то ничего не сможете. Если они накопили набор вот этих социальных инстинктов, полученные таким способом, вы исправить это никак не можете. Вы будете говорить, ругаться, объяснять. Это бесполезно абсолютно. В Европе эти проблемы решались, и это разбирают в церебральном сортинге. Очень просто. Там, если что не так, то там вырезалось по 70% населения, и все. Здесь жизнь была очень короткая. То есть там была быстрая смена систем искусственного отбора. Это важнейший компонент церебрального сортинга. Искусственный отбор продолжается всегда и везде. И сейчас его формы стали особенно жестокие. И поэтому при отсутствии вот этих социальных систем, скажем так, которые закладывались бы этим детям, потому что попытка религиозного сознания не получилась, это все полностью провалилось, проблема патриотического воспитания полностью провалилась, проблема стимуляции способных молодых людей, имею в виду программа «А-ля Сириус» и другие отборы, полностью провалилась, хотя они должны были провалиться по определению, ими занимались еще в 70-е годы, а были абсолютно неудачны. А осталась естественная система, то есть практически тот же самый биологический, искусственный отбор, благодаря которому наши мозги вообще появились, но по новым принципам, которые лежат в основе церебрального сортинга людей, способных заниматься сложными современными системами, которые в них хорошо разбираются, и с этого кормятся. Чем больше корма, тем больше детей, тем больше доминантность, тем больше хороших результатов, то есть имеется в биологических. Результаты все те же биологические, никакие другие. Еда, размножение, доминантность. Потому что, извините, когда особенно молодые люди впервые появляются на свет, они не знают, почему им этого хочется, но хочется очень сильно. Поэтому и приемы такие. И то, что им предлагают, если они совпадают, предложение их возможностей, они становятся тем, кого мы называем потерянным поколением. Проблема не в том, что они не сменят. Они, конечно, сменят сегодняшний принцип церебрального сортинга, будет заменен на новый. И так будет меняться каждый раз, сколько бы человечества не существовало. Но проблема в том, что их современные механизмы оценки ценности человека, они никакого отношения к предыдущему опыту не имеют. И поэтому они, с одной стороны, очень эффективны, а с другой стороны, ну, посмотрите на американских этих мальчиков компьютерных, которые имеют финансовые возможности больше, чем банковская система США. У них с моралью-то, они вообще не понимают, что это о чем речь идет. Почему? Потому что их церебральный сортинг никогда не затрагивал никакие человеческие критерии эволюции. До этого он затрагивал. Пока было религиозное воспитание, потом, когда было там коммунистическое, капиталистическое, какое хотите. Но рассудочная деятельность. А сейчас этого нет. И для того, чтобы экономить достаточное количество энергии, а это, как вы понимаете, поощряется, даже во взрослом, ведь, конечно, без эпиоидов, что жалко. Так счастье было бы полным. Но канобиоидов хватает многим. И эти люди ориентируются на биологические критерии собственного процветания. Вот, собственно говоря, о чем я хотел рассказать. Если вас это как-то затронуло, спрашивайте. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok